Незаменим для подготовки к боевым миссиям каковы экспортные перспективы российского самолета Як-130. 17 ноября 2019 года, 8 часов Алексей Заквасин, Елизавета Камарова на стартующем 17 ноября в УАЭМ Международном авиасалоне. Дубай Аэшо. 2019 впервые будет представлен российский учебно-боевой самолет Як-130. Москва планирует наращивать продажи этой машины за рубеж. Уже сейчас Россия реализует контракты на поставку иностранным партнерам около 100 самолетов Як-130. Отечественную машину отличает способность имитировать полет любых истребителей поколений 4+, и 5. Этот самолет считается одним из лучших в своем классе. Как прогнозируют эксперты, в списке потенциальных покупателей, десятки государств, обладающих боевой авиацией. В воскресенье, 17 ноября, в УАЭМ открывается Международный авиасалон Дубай Аэшо 2019, в котором впервые примет участие российский учебно-боевой самолет УПС Як-130. Машина примет участие в летной программе выставки, которая продлится по 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре корпорации Иркут, на мощностях которой серийно выпускается Як-130. В ходе летной программы самолет под управлением летчика-испытателя Василия Севастьянова и штурмана-испытателя Михаила Кудряшота продемонстрирует свои высокие маневренные возможности. Первую тренировку в небе Дубай экипаж провел 14 ноября, говорится в сообщении. В 2019 году Як-130 был продемонстрирован на Международной выставке авиационно-космической и морской техники «Лима» в Малайзии, авиакосмическом салоне «Феймекс» в Мексике, военно-техническом форуме армии и Международном авиакосмическом салоне «Макс» в Подмосковье. При максимальной взлетной массе 10,3 тонны, длине 11,49 метра и размахе крыла 9,84 метра Як-130 обладает дальностью полета до 2100 километров и практическим потолком 12,5 километра. Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25 обеспечивает тягу 5000 кгс. Самолет способен развивать скорость до 1060 километров в час и находиться в воздухе до 3 часов, с двумя подвесными топливными баками. Ресурс машины производитель оценивает в 10 тысячах летных часов, или 30 лет. Страхует его от серьезных ошибок. Работы над Як-130 начались в стенах ОКП имени Яковлева в первой половине 1990-х годов. Самолет создавался как более экономичная и функциональная альтернатива чехословацкому УПС-L-39 «Альбатрос» в рамках конкурса российского Минобороны. Ставка на универсальность, какими возможностями будет обладать российский вертолет нового поколения для ВМФ. Отечественные специалисты завершили эскизно-техническое проектирование перспективного морского вертолета К-65 «Минага». Об этом. Опытный образец Як-130Д впервые поднялся в воздух в апреле 1996 года. Полет проходил на аэродроме Леи имени Громова в Жуковском. Самолет пилотировал Андрей Синицын, который в мае того же года получил звание Героя Российской Федерации за вклад в испытания новейшей авиационной техники. К 1999 году Як-130Д выполнил свыше 400 полетов. 16 апреля 2002 года Як-130 был признан победителем конкурса Минобороны РФ. Однако цикл государственных испытаний самолета завершился только в 2009 году. В середине 2000-х специалисты ОКП имени Яковлева разработали серийный образец своего детища. Як-130 получился легче опытного варианта. В обновленной машине немного изменилось сечение носовой части фюзеляжа. Конструкторы сделали его более округлым для установки радиолокационной станции. На крыле серийных Як-130 появились дополнительные пилоны для подвески ракет и контейнеров со средствами радиоэлектронной борьбы. Производство самолета началось на нижегородском предприятии «Сокол», а затем – на Иркутском авиационном заводе. С 2010 года эти машины эксплуатируются частями и училищами ВВС России, сейчас – ВКС. С 2011 года Иркут поставляет их на экспорт. Як-130 стал первым в России военным самолетом, полностью оснащенным цифровым оборудованием. Установленная на нем электродистанционная система управления позволяет имитировать поведение любого современного боевого самолета посредством изменения характеристик и динамических параметров. На этом УПС-курсанты могут учиться выполнять такие сложные элементы, как сваливание из штопор. При этом Як-130 отличается лояльностью к ошибкам новичков. Машина сохраняет устойчивость и управляемость, необходимую для обеспечения безопасности полета. Как утверждает производитель, будущие летчики могут проходить на Як-130 все этапы обучения – начальной, основной и повышенной. Отмечается, что стоимость одного летного часа УПС при решении сопоставимых задач в несколько раз ниже, чем у современных аналогов в истребительной авиации – МиГ-29 УП и Су-27 УП. Пожалуй, главные достоинства Як-130 заключены в аэродинамике и бортовом оборудовании, которое имитирует управляемость любого другого самолета с большими габаритами и массой. Это невероятно гибкая машина. Як-130 позволяет курсанту отработать множество элементов и в то же время страхует его от серьезных ошибок при пилотировании, которые могут привести к аварии, заявил в беседе SRT, главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института, МАИ, Дмитрий Диканов. Як-130 пользуется большой популярностью. В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов, заслуженный летчик РФ, назвал Як-130 высокоэффективной и недорогой машиной. По его мнению, аэродинамические и летные характеристики самолета таковы, что пилот, отлетавший положенное количество часов на Як-130, может успешно осваивать самолеты четвертого и даже пятого поколения. Не могут обеспечить свою конкурентноспособность, как США реагируют на потенциальную покупку Египтом российских Су-35. Гассекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспир направили письмо египетскому министру обороны, сообщают американские СМИ. По. Как полагается беседник RT, наиболее красноречиво о возможностях Як-130 говорят 9 мировых рекордов, которые были установлены на этих УПС в 2016 году. В частности, российская машина была признана лучшей в мире по показателю скороподъемности при взлетной массе от 6 до 9 тонн. Также отечественный УПС, по мнению Попова, незаменим для подготовки молодых летчиков к боевым миссиям. Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с реальным применением вооружения. Для оптимизации процесса обучения реализован учебно-тренировочный режим моделирования боевого применения вооружения по воздушным и наземным целям, отмечается в материалах Иркута. В условиях боевых действий детище ОКП имени Яковлева может эксплуатироваться как легкий штурмовик. В радиусе 680 км Як-130 способен применять ракеты воздух, воздух Р-73 с инфракрасными головками самонаведения, высокоточные авиационные бомбы Кадаш, 500 КР с телевизионной системой наведения, разнообразные бомбы калибра 50, 100, 250, 500 кг, неуправляемые ракеты С-8, С-13, С-25. Кроме того, на машину можно установить подвесной контейнер СНП-130 с автоматической пушкой ГШ-23Л. Суммарная масса боевой нагрузки Як-130 может достигать 3 тонн. В марте 2019 года представитель Рособоронэкспорта Сергей Горбенко заявил, что Москва реализует контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130. В июне гендиректор организации Александр Михеев рассказал о планах модернизации самолета для увеличения объема его поставок за рубеж. В частности, машина может получить новый локатор и легкое вооружение. Как отметил Дмитрий Диканов, для наращивания экспорта Як-130 нет серьезных препятствий, за исключением политического давления США на зарубежных партнеров Москвы. Он назвал Як-130 универсальной машиной, которая может быть востребована почти во всех странах, обладающих боевой авиацией. Важным экспортным преимуществом нашего самолета является то, что его могут использовать государства, у которых нет на вооружении российских истребителей и бомбардировщиков. Курсант, обучившийся на Як-130, может уверенно садиться в кабину американских F-15, F-16, F-22, F-35, а также любых европейских самолетов, пояснил Диканов. Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов. Он рассказал, что экспортная версия Як-130 позволяет покупателю загружать программы управления, отличные от российских. Потенциальный рынок сбыта российской машины, как утверждает генерал-майор, чрезвычайно широкий. Насколько мне известно, достаточно большая потребность в учебно-тренировочной технике у стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот туда и нужно смотреть Москве. Кроме того, в список потенциальных покупателей уместно включить наших партнеров, которые уже эксплуатируют Як-130 и отечественные самолеты оперативно-тактической авиации. Это в основном страны Юго-Восточной Азии, резюмировал Попов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!